Водные границы государства будет охранять новое подразделение Управления морской охраны пограничной службы Украины. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цегикал во время рабочего визита в Измаил. Подробности расскажет моя коллега Татьяна Лесничук. Региональное управление морской охраны будут охранять границу на Дунае, в Азовском и в Черном морях, а также морскую экономическую зону. Раньше этим занимались специальные отряды в составе региональных управлений Госпогранслужбы, Азово-Черноморского управления с дислокацией в Херсоне и Южного управления с дислокацией в Одессе. Система управления – это различная специфика морская и сухопутная. Поэтому я считаю, что морские подраздели должны руковаться моряком и должны иметь единую систему управления для более эффективных действий флота. Сейчас новое управление принимает под охрану всю водную часть украинской границы. На балансе ведомства 68 кораблей и катеров. И все они старого образца, отметил начальник управления Олег Костур. Говорит, в Украине нужно поднимать судостроительство. Ведь возраст боевых кораблей за 50 лет и больше. Мы сейчас охраняем державный кордон на потужных, но уже, на жаль, застарелых проектах, которые, завдячивая особому складу, на ходу готовят к выполнению как заданий прикордонных служб, так и боевых заданий. В этом году мы плануем одну единицу. И в наступном году мы плануем распространить строительство катеров морской охраны первого ранга для охраны территориального моря. Подготовкой экипажей нового управления займется Измаильский учебно-тренировочный центр морской охраны. Учебное заведение оборудовано современными лабораториями и классами. Вооружение, судовождение, механики и артиллерии. Здесь все, как на настоящем боевом корабле. Сигнал тревоги – курсанты отбивают атаку или задерживают противника, стреляют из оружия. На учебных тренажерах даже имитируют крушение боевого катера. Измаильский учебно-тренировочный центр морской охраны – единственное специализированное учебное заведение такого рода в Украине. За 16 лет существования они выпустили 5000 военных моряков. Татьяна Лесничук, Евгений Руденко, 7 канал.